Алиэкспресс Раша Благодаря доступу к 100-миллионной аудитории Mail.ru Group, Алибаба рассчитывает занять важное место в цепочке образа жизни российских потребителей, создав единую платформу для социальной коммуникации, игр и покупок. Кроме того, российский малый и средний бизнес получит доступ к обширной экосистеме, которая позволит ему продавать свои товары в России и за рубежом. Выдачу кредитов семьям, которые тратят на выплаты по долгам половину своих доходов, ограничат. Как сообщает известие, поправки в законодательство могут быть внесены этой осенью. Суть проекта в следующем. Если на погашение кредитов будет уходить более 50% совокупного дохода семьи, банки и микрофинансовые организации не смогут выдавать ее членам новые кредиты. Как подсчитали в Национальном бюро кредитных историй, критической считается нагрузка, при которой заемщик отдает на обслуживание долгов 50% от месячного дохода. При этом комфортный уровень составляет 30-40%. По данным бюро, в первом полугодии 2018 года в России доля клиентов банков с критическим уровнем долговой нагрузки составила 12,5%. Средняя зарплата россиян в возрасте от 21 до 25 лет составляет 22 100 рублей. Соответствующее исследование провели с июля 2017 по июнь 2018 года специалисты Сбербанка. При этом самую высокую зарплату молодежь получает в Москве и на Крайнем Севере. Выяснилось, что в 21 год специалисты получают 14 800 рублей, а в дальнейшем заработок молодых людей каждый год увеличивается на 17%. Таким образом, по достижении 25-летнего возраста зарплата специалиста составляет 27 700 рублей. Согласно данным Сбербанка, после пяти лет работы самые высокие зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых – 44 100 рублей. Следом расположились страховой и финансовый сектор, где молодые специалисты получают 26 800 рублей и 37 600 рублей соответственно. Этой осенью Пермская городская дума рассмотрит новую схему рекламных конструкций. Проект документа уже поступил в Палату парламента. Документ предусматривает сокращение рекламных конструкций в городе почти в два раза. Их останется всего 732, сообщит агентство «Текст». При этом не предусмотрена возможность размещения таких видов рекламы, как растяжки над дорогами и крышные конструкции. В проекте упоминаются только суперсайты, рекламные щиты, сетиборды и другие виды, разрешенные правительством края. Курс доллара, установленный Центробанком на 12 сентября, составляет 69,97 рубля, курс евро – 81,39 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах.